я выехал сегодня на тренировку против ветра херачил значит уложился я по тому же маршруту вот до этого у меня видео были 25 километров уложился я за час то есть ехал я против ветра в одну сторону в другую вроде бы как по ветру ехал до я до своего поворота 35 минут когда в безветре еду ну наверное за 22 сейчас поеду по ветру там знаете не поймешь то ветер сбоку задувает то порывы и в лицо бывают ну короче говоря по ветру и я доехал сейчас скажу вам за 25 минут а против ветра 35 то же самое расстояние значит что я вам хочу сказать про каретку которая штатная каретка насыпная которую я отдавала токарю педали мне протачивали чтобы они не мол так пока листа не стал ставить хочу сказать что токарь подогнал прям идеально шатун коси вот к этому квалу коси то есть ничего не болтается чуть педали держат исключительно исключительно в 10 если заметили поставил высокие гайки купил такую высокую гайку распилил ее пополам и поставил но она все равно два два с половиной раза в раза выше обыкновенной гаечки на 10 значит побольше шайбу вот этот шатун как со стороны звезды так и с той стороны был подогнан что он даже без клина не болтался и я его только клином зафиксировал значит держится пока ну можно сказать офигительно после первой поездки и регулировки каретки она у меня немножко подбалтывалась когда я чашки поменял вот ребята и дома мы видите что творится вот потом я еще немножко подкрутил вот с этой стороны вот видите вот эта контрагайка вот это регулировочная чашка это я уже сам как бы пыльники поставил что то сейчас ничего не болтается все держится отлично поставил я сюда ось широкую на 145 миллиметров задняя ось у меня вот эта коротковатая родная сейчас отвернул отвернул трещотку и покажу вам ось и ширина от начала и до конца ширина вот этой оси или длина 145 миллиметров ну то есть длина самой оси 145 посадочное место от дропа до дропа 135 заработала у меня последняя звезда и вы знаете я два года ездил ее как бы не использовал видимо цепь под растянулась и она уже эти-то звездочки прикатались к цепи а последняя звезда уже осталась целомудренно новой а цепь под распина под растянулась и когда крутишь педали значит отдается такой знаете звук ну то есть когда звезда вернее цепь туда в звезду садится проваливается и получается такой вот металлический такой шершавый звук ну проехал где-то я километров 10-15 вот на этой звезде она уже стала немножко потише работать то есть стала прикатываться не знаю надолго ли ее хватит прикатану если что поменяю поменяю и поменяю цепь я думаю что будет все нормально вот это вот задняя перекидка shimano асера работает у меня уже третий год работает исключительно я вам скажу ничего нигде не болтается все переключается регулируется когда раздвинул дропы надо было чтобы все 7 работали звезд здесь вот видите два регулировочных болта так что велосипед сейчас у меня в полном порядке чтобы я еще хотел чтобы я еще хотел здесь улучшить даже не знаю значит втулки втулку заднюю я обслужил тоже когда менял ось разобрал полностью втулку там у меня из 16 шариков два шарика уже были съедены наполовину то есть там вот это вот металлическая стружка была звезду поправил систему собрал теперь самое время поправить хотя бы чуть-чуть звезду гуляет миллиметров на пять когда звезду поправил все она у меня стала и переключаться лучше она же немножко кривая как всегда в этих старт-шоссе хотя смотрел я тех же лет велосипеды американские вот прям вот один в один лапки я не знаю что за фирма не разглядел теперь когда устанавливал эту перекидку переднюю постарался верхнюю часть вот эту она вот из двух пластин состоит одна пластина вторая и вот вот эта пластина которая сюда наружу постарался два миллиметра выше зубьев поставить чтобы лучше переключала действительно стала переключать лучше сделал вот сюда на трусики термоусадочный кембрик вот чтобы он не пушился здесь сделал здесь почему-то не сделал надо сделать на тормозах здесь вот видите вот сделал так где еще где еще вот на этих почему-то не сделал надо сделать ну где распушилась там и сделал все а чтобы хотел 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 здесь у меня вот этот флягодержатель вот он вот так может лучше будет видно вот флягодержатель я вытачивал специальные такие полумесяцы сделал круг дом распилил кольцо вернее распилил и получилось два полумесяца и изолентой ну это конечно тяжеловато то ли вот такой трубы то ли две пимпочки но это я обязательно к сварчику еще съезжу постараюсь устроить вот здесь себе флягодержатель и вот здесь ну то есть было чтобы побольше воды чтобы на дальнее расстояние педали с педалями что я сделал в этом году педали разбирал вот эту педаль когда отдавал на ремонт кареточный вот этот весь узел всю систему отдавал на ремонт и вот эту педаль разобрал там в педали конус уже наполовину сломанный я когда педаль перебирал я показывал но тоже хотелось бы его поменять тормоза меня полностью устраивает работают исключительно я не знаю я других и другие не пробовал но эти работают нормально поэтому как бы претензий никаких нет что передний тормоз что задний тормоз ну такие вот дела небольшой обзор своего старт-шоссе а вот сидушка я хочу попробовать вот это вот мягкое сиденье веса вот 250 грамм сведло а наврал я 250 грамм 320 грамм вот это 320 грамм то поставил не хочу сказать что она лучше или хуже мне показалось ничем не отличается мягкая отличие большого я не заметил покажу обязательно про сидушку отдельное видео сделаю руль обмотан изолентой синие с прошлого года намотал сначала утеплитель для окон вот такой резиновый видите прогибается видите вот а потом сверху изоленту автомобильную держится пока хотя я купил за зиму на алиэкспресс купил обмотку думаю пока вот это держится пусть держится как только начнет лохмотья превращаться значит я заменю и вот вот здесь вот сделал такой от системы знаете система медицинская система чтобы тросик у меня не бил все вот и небольшой обзор моего старт-шоссе старт-шоссе 1991 года а кому интересно на заднем колесе у меня 32 спицы на переднем 20 спиц недавно я передним спицы погнул ну как-то так нормальных выправил все всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки блюдо а а и а Субтитры подогнал «Симон»